Имя Подгурского вписано в историю Сочи как самого целеустремленного и последовательного поборника идеи создания Сочи Мацестинского курорта, сумевшего благодаря своей деятельности воплотить идею в жизнь. Этот человек прославил город и сделал курорт круглогодичным, чтобы поправить здоровье можно было не только в летние месяцы. Сейчас это удивительно по своей архитектуре и лечебным возможностям комплекс. В здании старой Мацесты состоялось торжественное награждение врачей и сотрудников больниологического курорта, которые отдали профессии 20, 30, а некоторые 40 лет. Результат их труда сегодня видно невооруженным глазом. Благодаря усердной работе курорт Мацеста является центром притяжения туристов из самых разных уголков нашей страны. И эта работа очень важна. Обладателями благодарности стали и почетные гости, в том числе и депутат городского собрания Сочи Родион Сырульник. Сегодня без Мацесты Сочи не представляет это синонимы. Он есть на гербе города, в гимне города Мацеста. Вода доказана научно, лечит и суставы, и оказывает положительное влияние на сердечную деятельность. И сюда приезжают люди со всей страны и с ближнего зарубежья. Специально к 150-летию со дня рождения основателя курорта Мацеста доктора Подгурского был организован концерт. Поздравили гостей творческие вокальные и хореографические коллективы Сочи. Такие мероприятия напоминают о важности курорта, его актуальности. Ведь с годами Мацеста совершенствуется и привлекает на лечение и отдых все большее число туристов. Валерия Асачи, Дмитрий Петри. Время новостей. Продолжение следует...